Глаза выпученные и красные все, и вся грязная, курточка грязная, и вся. Я ей, что с тобой? А она говорит, меня души. Сергея Ковтунова жители города прозвали Калининградским душителем. 37-летний мужчина выслеживал жертв в темное время суток, затем подкрадывался сзади и набрасывал на шею удавку. После того, как жертва теряла сознание, он забирал у нее ценные вещи, а пострадавших оставлял лежать без сознания. Примечательно, что жертвами грабителя становились только девушки. Я шла домой поздно вечером, он шел за мной, набросился на меня, я оказался в сопротивлении, он вырвал у меня сумку, в сумке были телефон и планшет. И теперь я боюсь ходить вечером поздним домой одна. Орудовал душитель в нескольких местах. Нападал на улицы Вагнера и на Московском проспекте возле эстакадного моста. Одно из любимых мест – тропинка возле супермаркета между Советским проспектом и улицей Осенней. Там грабитель совершил сразу два нападения. Самой младшей жертве было 17 лет. Осенью 2014 года в поисках преступника участвовал практически весь город. Полиция стояла на ушах, а волонтеры устраивали рейды, чтобы найти калининградского душителя. Сотрудниками управления уголовного розыска в взаимодействии с территориальными подразделениями был проделан колоссальный объем работы, проведено большое количество оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности нападавшего на девушек. В ходе поисковых мероприятий личность нападавшего была установлена, впоследствии он был изобличен в восьми разбойных нападениях. Нападения прекратились лишь летом 2015 года, а около месяца назад мужчина был приговорен к 14 годам заключения. На допросе он объяснил свои действия тем, что нуждался в деньгах из-за сложностей с работой. Нападения принесли ему доход в 85 тысяч рублей. Своё отсутствие в тёмное время суток близким он объяснял ночными сменами на работе. В итоге Сергея Ковтунова осудили за восемь нападений на девушек. Но сам осуждённый с таким приговором не согласен. Он утверждает, что жертв было в разы меньше. Сколько девушек было? Две. Что вы украли? Мобильный телефон и сумму денег в районе 6 копеек тысяч там было. Вы чем угрожали? В руках, но у меня было. Накануне душитель подал апелляционную жалобу на приговор, который вынесла прокуратура. Обращение было передано в областной суд. Его рассмотрят в течение 10 дней. Марк Шкода, Екатерина Кальниченко, Служба новостей город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова